Дорогая Церковь, уважаемые братья и сестры, гости, которые посетили наш Дом молитвы, желание моего сердца для нашего общего назидания обратиться к тексту Священного Писания, который определит главную мысль нашего рассуждения и моей проповеди. Я приглашаю вас открыть Библию, у кого есть с собой Библия. Давайте мы откроем Первое Послание Коринфянам, 14 главу. Мы остановимся на одном стихе. Это будет 12 стих, 14 главы Первого Послания Коринфянам. 12 стих. Я читаю его. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию Церкви». Я еще раз прочитаю этот текст. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию Церкви». В прошлое воскресенье, кто был на утреннем собрании, мы говорили о сердце поклоняющегося христианина. Я хочу кратко напомнить некоторые мысли, потому что та проповедь и эта, они очень взаимосвязаны между собой будут. Мы говорили о сердце служителя, который приходит поклоняться, брат Денис говорил эту проповедь, и сердце слушателя, который приходит в Церковь, в Дом Божий для очень важной цели – поклониться великому Богу. И как важно, чтобы и сердце служителей, и сердце слушателей – это одно сердце, братья и сестры. У сердца служителей такое же сердце должно быть нуждающиеся, сокрушенные, смиренные, жаждущие Бога. И нас всех объединяет, братья и сестры, одна цель и одна ответственность. Эта ответственность заключается в готовности нашего сердца поклониться вместе великому и славному Богу. Сердце, которое осознает сердце поклоняющегося и сердце готовое. Напомню несколько мыслей. Это сердце, которое осознает, что главным слушателем, братья и сестры, главной аудиторией этого поклонения является не мы с вами, прежде всего, а Бог. Главной аудиторией, главным слушателем, братья и сестры, тех, которые пришли для поклонения, является великий Бог, который с нами присутствует и сегодня в этом собрании. Это очень важно. Поэтому все, что происходит на кафедре, все, что происходит в этом зале, на сцене, когда люди выходят петь, читать стихи, все, что происходит в ваших сердечках, братья и сестры, в этом зале, в тихих и громких молитвах, в проповеди выраженной, наши в общем пении, братья и сестры, все это находится здесь для одной цели – поклониться нашему Богу. Если вы были внимательны, гимн, который мы сейчас пели с вами, братья и сестры, это молитва. Потому что здесь прямая речь или прямое-прямое отношение к Богу мы обращались в этих словах, в этом гимне мы обращались к Иисусу Христу. Это очень важно, это тоже часть нашего поклонения и готовность или неготовность сердца. Братья и сестры, мы могли просто петь, потому что нужно петь, потому что знаем этот гимн, потому что приятна мелодия, ну потому что, в общем-то, это привычно, мы должны. А можно петь по-другому, с осознанием, осмысленно, с благодарностью, вкладывая в эти слова все свое сердце, всю свою душу. Я вижу иногда, когда вот идет как-то, знаете, такое поклонение Господу, некоторые люди, ну, плачут или просто слезы на глазах. Дух Святой настолько касается, он хочет выразить свою особую благодарность и участие в этом совместном поклонении. Вот это сердце готовое. Готовое сердце – это сердце, которое жаждет Бога, братья и сестры, в мире. Сколько скорбей, сколько суеты, сколько всего то, что отвлекает нас от тихом пребывании в общении с Богом. И когда мы приходим в Дом Божий вместе, братья и сестры, это то время, когда мы можем освободиться от всего. И вот с жаждущим сердцем находиться здесь. Господь, видя вот сердца, склоняешься, Он идет навстречу. Он наполняет это сердце, жаждущее своим присутствием, словом своим. И сколько можно получить благословения в самом простом собрании. Там, где нету больших хоров, нету большой церкви, но есть сердце, жаждущее Бога. И Бог по благодати своей от того, что Он здесь присутствует, Он наполняет. Мне приходилось быть во многих разных собраниях. В самых больших и в самых маленьких, где не было ни одного брата-проповедника. Но когда сердца людей, которые приходят вместе, они готовы, они хотят поклоняться, они любят Господа, они жаждут. Братья и сестры, особая атмосфера. Особая атмосфера присутствия Духа Святого. Как вы думаете, для Бога Духа Святого важно, как Его принимают? Как Его встречают? С каким сердцем находится церковь? Ведь Он очень тихая, очень чувствительная личность, иронимая. Вот почему написано, не оскорбляйте Святого Духа, уверовавший. Не оскорбляйте, не горчайте Духа, которые запечатлены в день искупления, чтобы мы не оскорбляли Его. И это очень важно. Готовое сердце – это сердце, которое сокрушенное. Сердце, кающееся. Братья и сестры, говоря о покаянии, я бы хотел сказать и об общей нашей ответственности. Вы знаете, где происходит покаяние? Я не только, говорю, границы церкви, место в церкви. Это и дом, и семья. Это очень важно, когда есть понимание, Господи, души есть, которые находятся с нами. В моей семье, например, или в родстве нашем, или в церкви, если здесь души присутствуют, которые нуждаются в спасении. Особенно, если мы приглашаем, может быть, людей, которые посещают дом молитвы недавно, еще не знающие Бога. Или это наши родные детки, внуки, которые еще не обратились. Братья и сестры, это очень важно. Я говорю о совместной ответственности церкви, церкви поклоняющейся, чтобы Бог коснулся. Я сейчас не говорю о создании в церкви какой-то, подчеркиваю, эмоциональной атмосфере, когда люди искусственно создают это, через музыку, через еще какое-то пение специально, поднятием рук, пытаться людей, знаете, каким-то образом привести. Этого делать не нужно, братья и сестры. Я еще раз подчеркиваю, этого делать не нужно, это не работает. Это будет работать на два часа, может быть, на уровне эмоций. Я хочу обратить внимание на другое состояние, что мы заботились, когда Дух Святой, братья и сестры, в церкви, а Он здесь, и Он видит сердца, люди пришли жаждущие для поклонения с готовым, подготовленным сердцем. Помните, мы читали этот текст, готово мое сердце, Господи, готово мое сердце. И Дух Святой будет действовать в зале, в маленьком собрании. Это может быть проповедь, слово будет направленное к этому сердцу. Это может быть слово будет неприятное даже для нас, людей, которые будут обличать меня во грехах, обличать мою ветхую греховную жизнь плотскую, открывать будет мое христианство, которое ничего не стоит, поверхностное, традиционное, не имеющее жизни в себе и присутствия живого Бога. Бог может коснуться через молитву, молитву в церкви, которая будет направлена, истинная молитва к Богу. Это может быть пение, общее пение, хоровое ли пение, пение группы или сольное пение. Друзья, мы будем сегодня говорить об этих очень важных вещах, приходя в Дом Божий, когда мы хотим поклониться и назидать, быть готовыми. Как бы ни выражалось наше поклонение Богу через тех, кто в этом участвует, ответственные за совместное поклонение Богу, как я уже сказал, братья-проповедники, поющие, участвующие в поэзии, молящиеся в церкви, на тех, кто является непосредственными проводниками благодати Божией. Как важно в этом состоянии пребывать, как важно быть готовым и наш разум, и наше сердце, и наша жизнь. И тогда при этих условиях, братья-сёстры, когда мы приходим в Дом Божий, мы можем иметь величайшее благословение. И поверьте, каждое собрание оно может проходить благословенно. Люди, которые будут приходить, они скажут, «С вами Бог». Мы знаем, что здесь Бог, потому что Бог говорил моему сердцу. Верующие люди, покидая дом молитвы, выходя за пределы этого и комнаты, фойе еще остановится. Давай порассуждаем. Такая была важная мысль. А что тебе Господь сказал сегодня? А вот обрати внимание, какой был псалом, и он так коснулся моего сердца. Такой гимн поем все время, а сегодня для меня он открылся по-особенному, братья-сёстры. Я говорю сегодня об ответственности всех поклоняющихся верующих людях, которые пришли в дом молитвы. Это кратко напомнил главные мысли прошлого воскресного служения. Говоря о совместном поклонении Бога, еще раз хочу повторить эту мысль, что под словом поклонения я не подразумеваю только время, проведенное в церкви, братья-сёстры. Это не будет неправильно. Под словом поклонения и текст Писания, который мы читали прошлого воскресенья, слова Иисуса Христа, где Он сказал, женщины не самарянки, помните, наступает время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться как? В духе и истине и Бог ищет таких поклонников. Он имеет в виду тех людей, братья-сёстры, тех христиан, которые сделают поклонение в духе и истине целью и смыслом всей своей жизни. Можем себе представить, вот такую цель христианин ставит перед собой. Поклоняться Господу в духе и истине я не буду останавливаться на раскрытии этого текста. Верующие люди понимают и знают. Речь идёт о нашем внутреннем состоянии. У нас нет образов, мы этого не делаем, у нас нет икон, у нас нет предметных вещей, на которые мы сосредотачиваем внимание. Нам этого не нужно, потому что храм Божиим являемся мы сами, Дух Божий живёт в нас, и Бог возгорел внутри светильник Господень, который называется Дух Человека. И приходя в Дом Божий, имея Дух Возрожденный, душу освященную, разум освященный, у нас есть возможность, братья и сёстры, обращаться к нашему Господу, иметь с Ним близкие отношения. И это всё поклонение должно находиться в очень сильном контроле, подчинённом Божественной Истине Божьей. Так вот, Господь говорит о таких людях, которые сделали смыслом всей своей жизнью дома, в семье, на работе, в своих мыслях, в своих словах, вся их жизнь наполнена этим. Начинается день, Господи, мой день, начинается с работы, и на этой работе я буду тебе поклоняться. Через добросовестную работу, через правильное отношение к сотрудникам или к подчинённым. Буду поклоняться в семье, через отношения друг к другу в своей семье, в мыслях. И это целый процесс, братья и сёстры. Жизнь таких людей не так уж много, к сожалению, но она заметна, это особая жизнь, потому что в центре ихней жизни является Бог, святой и праведный Бог. Поэтому пусть нас Господь благословит, дорогая церковь, дорогие слушатели, Евангелие, когда мы приходим в Дом Божий и оставляем Его, положите это в своём сердце. Господи, я хочу, чтобы моя жизнь была жизнью поклонения. Когда церковь собирается вместе, независимо, где и в какой части мира она находится, большая ли эта церковь, мега-церковь, либо это самая маленькая церковь, группа людей, верующих людей, в какой период бы история эта церковь не собиралась вместе, церковь должна преследовать две очень важные цели. Первое – это совместное поклонение Богу, о котором мы говорили и которым я сейчас напомнил. И вторая причина и вторая цель – это совместное назидание через это совместное поклонение. Поклонение и назидание – это те две составляющих, ради чего церковь собирается вместе, братья и сестры. Это очень и очень важно. И посмотрим, очень нужно привести в правильное равновесие эти две цели, чтобы не было перекоса. И здесь возникает вопрос, нам нужно сейчас будем говорить об этом, что же является главным или что является, на чем базируются наши поклонения, что главным – назидание или поклонение. Некоторые церкви делают большую ошибку, делают, как мы говорим, крайности, собирают много людей, собираются вместе, говорят, мы собрались для совместного поклонения. хорошая подготовленная программа, просто привести в людей их чувства, чтобы им было хорошо. Побыли, говорят, так хорошо было сегодня вместе, но спросили, а в чем это хорошо заключается, что вы вынесли в ваше сердце изменения, что Господь сказал? Не очень помним, но было хорошо. Братья и сестры, это крайне неправильно. Братья и сестры, Богу не нужно, чтобы люди верующие просто собирались провести время хорошо. Если собрание не изменяет жизнь человека, если это поклонение не производит в характере перемену, не касается нас, не меняет нас, братья и сестры, мы должны остановиться и сказать, здесь что-то не так. Нам нужно вникнуть и разобраться с этим. Поэтому Священное Писание уделяет огромное внимание вопросу назидания. Я хотел бы, чтобы родители, которые пришли сегодня дома, с нами дети. Дети, которые плохо понимают русский язык и термины, которые мы используем, они не понимают их значения. Я вас очень прошу, дорогие родители, когда вы придете домой, объясните деткам на доступном, понятном их языке, английском, вот эти термины поклонения и назидания. Обратите внимание, вот Писание не дошло до нас на оригинальном нашем языке. Оригинальный язык Писания является древнееврейский и древнегреческий язык. И вот слово, когда мы слышим назидание, братья и сестры, что вы думаете об этом? Я получил назидание. Что значит назидание? Братья, что вы думаете? Назидание, что это? Правильно, правильно, правильно. Совершенно верно, да. Буквально, когда мы смотрим из греческого языка это слово назидание, мы говорим то, что уже звучит, братья, это обучение, это наставление, это воспитание, это поучение, это преподнести урок, это дисциплина, и даже входит слово, это проповедь. Вы знаете, слова артеологических терминов говорят, что воспитание или назидание, это воспитание христианина в здравой вере. В здравой вере. На английском языке есть такое слово наставление, назидание. Обратите внимание, оно близко по значению education, образование. Вот два слова близких, да, но они дают смысл общий, что люди, придя в церковь для того, чтобы получить наставление, урок, вынести очень что-то значимое для их разума, для сердца, для ихней повседневной жизни. Предметом поклонения, братья и сестры, всегда должен быть Бог. Мы говорим и называем это христоцентричным поклонением, когда в центре является Христос. Это очень важно, друзья, мы будем тоже сегодня говорить о сферах или источниках поклонения. Когда мы сосредотачиваем на Бога, не человек с Его проблемами, нуждами, радостями, а Бог, потому что только Он является достойным предметом поклонения. Источником назидания тоже всегда является Бог ее слова. Вот на вопрос, кто будет нас назидать, братья и сестры, каким образом церковь, собираясь вместе, может получить назидание, есть только один ответ. По-настоящему это делает, может делать и должен делать Бог через проповедников, проводить через источники своей благодати, используя для этого обычных людей. Это очень важно. В книге Ветхого и Нового Завета, братья и сестры, есть целый огромный перечень, если мы собрать, а что является перечнем тех вопросов, которые входят в число назидания. Что можно подразумевать под назиданием, перечень каких вопросов? Вы знаете, когда мы смотрим книги Ветхого и Нового Завета, и когда мы делаем немножко такой систематический обзор этих книг, то мы встречаем огромный перечень тех сфер жизни, которые Бог хотел, чтобы на протяжении истории человечества, сколько жил израильский народ, потом наступает время церкви, для верующих людей, которые будут жить на этой земле, Бог хотел что-то сказать и хочет сказать. Закончено и есть канон Священного Писания, и перечень, братья и сестры, это огромнейшее. Я только кратко сделаю такое маленькое, знаете, как бы вступление или дам направление, куда мы можем смотреть и двигаться. Прежде всего, это познание Бога. Верующие люди должны знать Бога. Для этого мы говорим, это вот назидание, поучение, наставление, когда верующие люди приходят в церковь и слышат проповедь о трибутах, о качествах Бога, кто Он есть, о троединстве и Бога, о Его величии, о Его благости, о Его любви, друзья. И люди верующие, когда спросят нас, а расскажите о вашем Боге, кто для вас Бог, то верующие люди, используя Евангелие, используя Слово, говорят, мы расскажем вам, потому что мы знаем в Священном Писании. И сделать это нужно очень качество, доступно и понятно. Необходимо познание Божьего плана спасения. Сегодня миллионы людей не знают, что такое спасение и как спасаться. И что для этого делать нужно, чтобы быть спасенным человеку. Священное Писание открывает нам эту истину, эти тайны, эти глубины, открывает их на страницах Священного Писания. Когда люди приходят в церковь, впервые, может быть, слушают Евангелие, они должны через назидание, наставление, научение услышать. Ах, вот путь спасения. А вот есть эта Личность, к которой я могу прийти, излить свою душу, излить свое сердце, принести свои грехи и беззаконие. Есть Тот, Который спасает, братья и сестры. Это та сфера, о которой мы говорим, назидание. Для верующих людей утверждать их освящение в этом непростом, сложном и не всегда приятном для нас, потому что освящение, братья и сестры, это когда Бог входит в нашу жизнь, начинает ее изменять, наш характер, нашего внутреннего человека, когда открываются наши недостатки, наши немощи, слабости, наши не лучшие качества, и Бог начинает касаться нас, говорит, я хочу менять тебя. Каким образом это узнать? Через назидание, наставление, научение, через Его Слово. Познание воли Божией для церкви, какова роль церкви, каково мое назначение в этой церкви, что я должен делать, посещая этот молитвенный дом. Мы, братья и сестры, мы можем и должны узнавать через наставление и назидание. Как практически сочетаются эти две цели, назидание и поклонение, что важнее? Братья и сестры, обратите внимание, я хочу подчеркнуть, это очень важно. Само по себе поклонение, оно не берется из ничего, от нас, или, знаете, от обстановки какой-то, братья и сестры. Истинное поклонение Богу происходит от правильного, верного, доктринального назидания. Хочу привести такой пример, хочу привести практический пример, как это происходит. Текст Священного Писания, известный для нас текст, 1 Петра, 1 глава, 15 и 16 стих. Если можно, откройте этот текст в ваших Библиях, и братья предложат нам на экране этот текст. Но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, «Будьте святы, потому что я свят». Когда мы хотим, чтобы через проповедь Слова у Церкви, у тех людей, кто пришли для поклонения Богу, пришло это желание выразить благодарность и поклониться Богу, не только за Его милость, заботу, прощение, но особым образом выразить благодарность за Его святость, братья и сестры, нам необходимо открыть это качество, правда? Поэтому задача проповедника, если бы я сегодня вышел и прочитал этот текст Священного Писания, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят, я бы начал с конца в конец этого текста, я бы сначала открыл святость Бога, открыть святость Бога в текстах Священного Писания, в примерах Священного Писания, так, чтобы слушатели увидели, пережили, открыли для себя Бог, который есть, Бог, который является творцом и создателем, у Него обладает он уникальной, потрясающей, удивительной природой, Он Бог святой, как Он выражает себя. Если бы мы говорили, а теперь к этому Богу необходимо и правильное поклонение, и сколько гимнов есть, молитвенных гимнов, общего пения, стихотворения, молитва моя, благодарности Богу за Его святость, за Его величие. Братья Северное, обратите внимание, этот текст Священного Писания очень глубокий. Он не только открывает нам святость Бога, побуждая нас к поклонению. Этот текст Писания обязывает нас изменить что-то в нашей жизни. Здесь повеление, обратите внимание, Петр начинает его по примеру призвавшего вас вот этого святого Бога. Будьте какими? Будьте святы. Какими святыми? Хорошими, воспитанными, образованными? Нет. Будьте святыми, как часто, дорогая церковь, как часто? Во всех поступках ваших. Господи, я же не могу. Вдумайтесь только в текст Писания, повеления. Во всех твоих поступках ты должен не просто быть хорошим гражданином, примерным человеком, воспитанным, честным. Ты должен быть святым. Какая ответственность? Сколько молит, наверное, в сердце нашем должно и просьба Господи, я не смогу. Я не могу. Не получается у меня, Господи, освящай ты меня. Для того, чтобы верующий человек слышит это слово, которое раскрывает Божью святость и призыв к сердцу, приходя в дом свой, приходя в семью, начиная рабочий день. И когда будут эти поступки, которые он должен совершать, выбор сделать, как мне поступить, у него будет молитва в сердце, Господи, хочу поступить не так, как может быть всегда, но поступить, как ты хочешь, свято. Таким образом, чтобы это действительно принесло славу тебе и благословение для других людей. Братья и сестры, это называется практическое поклонение и назидание. Истинное поклонение будет происходить от правильного назидания. Когда мы открываем Слово Божие, когда мы учимся, и Дух Святой производит в сердце это состояние. Господи, я не могу молчать, я не могу молчать. Бог коснулся моего сердца, Господи, дай мне стих, если мы участвуем в совместном служении. Господи, дай мне молитву, сегодня хочу прославить Тебя, потому что Твое слово на учение, назидание, наставление, урок, который Ты мне преподал, он производит в моем сердце определенное действие реакции, Господи. И у нас бы список, братья и сестры, собрания, не два часа было бы, а желающих поклониться Богу не потому, что не хотят продемонстрировать свои способности, возможности, или чтобы я оказался на Ютубе где-то, там меня увидели, братья и сестры, а потому что мое сердце получило назидание. И когда сердце получило наставление, назидание, обличение, урок, Господи, я хочу Тебе поклониться. Я хочу Тебе поклониться достойным образом, музыкальным произведением, сольным произведением, через поэзию, еще какими-то путями, которые мы говорим в церкви, мы вот совершаем эти моменты, эти вещи для совместного поклонения Богу. Священное Писание уделяет огромное внимание этой теме. Я говорю о назидании. Мы прочитали этот текст Священного Писания, мы коснемся в контексте немножко 14-й главы, там, где Павел говорит, то вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь, 12 стих, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Еще раз хочу напомнить это очень важное слово, когда мы уйдем из церкви. Дорогие родители, объясните деткам на английском языке, понятным для них, и значение этого слова, и эту проповедь, это очень важно. Детки утрачивают, дети многие не понимают. Назидание – это процесс, это время, когда мы уделяем для наставления, воспитания, обучения, дисциплины различным группам, которые находятся в церкви. Например, детский лагерь. 6-5 дней, в которые дети находятся на отдыхе для общения, когда им вместе, им хорошо, есть время для того, чтобы эту группу деток наставлять. Каким образом? Через библейский урок, через личные беседы, через тихое время, когда дети перед сном с лидером и находятся, есть беседа, совместная молитва, и это очень важно. Сегодня вечером у нас будет назидание в малом зале для молодых семейных пар. Мы там тоже будем совершать это назидание для этой группы нашей церкви, молодых людей, молодых семей. Говоря о назидании в церкви, когда церковь собирается вместе в день воскресный, я бы хотел кратко остановиться на практических, еще некоторых уроках или очень важных моментах, или я назову это источника, главные источники назидания в церкви. Я так назову условно главные источники назидания церкви. Согласно учению Нового Завета, главным источником назидания в церкви является библейская проповедь. Вот эта кафедра находится здесь выше не потому, что так удобно ли, чтобы видеть людей, люди видели проповедника. Не всегда так было в христианской церкви. В какой-то определенный момент истории, когда была реформация, когда Бог особо касался людей, когда церковь настолько далеко ушла от Писания, от Евангелия, от проповеди Евангелия, когда церковь потеряла свое истинное назначение быть светом, проводником Божьей, благодати. Господь воздвиг реформаторов, те, которые подняли авторитет Писания на должный уровень, сказали, кафедра должна быть церкви на самом видном месте. С этого места должна провозглашаться Божье Слово в силе власти с могуществом и в силе Духа Святого. Знаете, когда посол Павел писал послание Коринфянам, вот эту 14-ю главу я хотел бы пояснить, потому что я буду читать некоторые тексты из этой главы, какая была цель написания, почему он упоминает вот о дарах, потому что 13-я глава упоминается о любви, подчеркивает особое, 12-я глава он посвящает теме о дарах духовных, а 14-ю главу послания Коринфянам апостол Павел написал для одной очень важной цели. Коринфянская церковь, которая гордилась, хвалилась и была не в должном состоянии, где Павел называет их плотскими младенцами во Христе, они особым образом подняли на пьедестал один особый дар, который имели, это незнакомые языки. И апостол Павел, понимая и слыша, что происходит в этой церкви, посвящает практическую всю главу для того, чтобы внести дисциплину, порядок и дать объяснение церкви, что должно быть главным и какова роль предназначена для этого языка. Это не является моей сегодня проповедью, я просто подчеркиваю, потому что мы будем сейчас читать некоторые тексты Священного Писания, потому что первое послание Коринфянам является как бы одним из из ранних посланий, которые апостол Павел написал после послания Фессаленкицам и посланий к Галатам. Я хочу обратить внимание, обратите внимание на первый стих 14 главы, где апостол Павел говорит такие слова «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы что делать? Пророчествовать». Ревнуйте же о том, более, чтобы пророчествовать и как бы возникает вопрос, почему Павел использует это слово «пророчествовать»? Почему Павел не говорит «проповедовать»? Позвольте пояснить, я как сказал это ранее послание, канон Священного Писания еще не был завершен написанным. Канон Священного Писания еще не был завершен написанным. Для слушателей, получателей этого послания слово «пророчество» было более понятным. Было более понятным для людей. Почему? Потому что Бог использовал, мы читаем в Священном Писании и в Первой Церкви, были, помните, Бог поставил апостолами, пророками, учителями. Что это за группа людей-пророки? Это люди, которые передавали устно Священное Писание, передавали волю Божию через устно, не было написано. Поэтому апостол Павел говорит, использует, хотя в этом же послании, мы читаем, он использует эту фразу только во второй главе, четвертый стих, помните, где он пришел в Коринфянскую Церковь и говорит «И слово мое, и проповедь моя была», помните, да, используют слово мое и проповедь, используют уже этот вводит термин. По смыслу, братья и сестры, это одно и то же. Здесь нет никакого различия. Единственное, что в Новом Завете люди передавали устно, их называли пророками, глашатами, те, которые вещали Слово Божие устно, потому что не было написано. Братья и сестры, хочу обратить внимание на очень важный стих, третий, где Павел, говорит, подчеркивает важность проповеди библейской в Церкви. Третий стих. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Пусть этот текст будет брать, пусть он останется. «Кто проповедует, тот говорит людям». Три очень важных момента, цели проповеди. «Назидание, увещание и утешение». Суть любой библейской проповеди, почему я использую слово «библейское», потому что именно проповедь должна открыть, передать библейскую истину, не человеческую, а библейскую. Суть библейской проповеди служит «назидание», кто проповедует, «увещание и утешение». Хочу немножко объяснить значение этих слов. «Назидание» мы уже говорили, «наставление», «научение учить». Слово «увещевание», обратите внимание, «увещание». Слово, которое мы не так часто используем. На языке оригинала это слово переводится как «призывать», «просить», «предупреждать», «ободрять», «приглашать», «предостерегать». Прекрасный смысл, правда, этого слова. Смотрите, дорогие братья-проповедники, сколько в ресурсе Бог дал нам какую прекрасную возможность. Одно слово, используя это слово, можно ободрять, призывать, просить, предупреждать, предостерегать. И когда мы говорим о тех сферах, назиданиях, тех вопросах, огромный перечень, братья и сестры, смотрите, какое открывается широкое поле для служителя слова. Слово «утешать» – значение это слово следующего «облегчить чьё-либо страдание с участием и состраданием». Облегчить чьё-либо страдание с участием и состраданием. Когда мы выходим на кафедру, дорогие братья, хотел бы сегодня обратиться ко всем проповедникам, включая себя в первую очередь, обратить внимание, какие вот эти простые, понятные и очень важные требования к проповеднику предъявляет Священное Писание. И для того, чтобы проповедь имела результат, чтобы привести слушателей поклонения Богу, и слушатели получили назидание, увещание и утешение, проповедь должна быть, соответственно, подготовлена. Любая проповедь, которой человек выходит сюда, поскольку она основное, является источником, она должна быть очень хорошо подготовлена. Я не буду сегодня делать небольшой экскурс в историю или делать какие-то для проповедников, только хочу просто для всей церкви обратиться, для проповедующих. Хочу обратить внимание очень кратко, дорогие братья, в первую очередь для себя. Самое главное и первой основой библейской проповеднии должен являться текст Священного Писания. Обратите внимание, почему он важен. Вот мы пришли сегодня в церковь, да, разными состояниями, с разным настроением, с разным пониманием жизни, Бога, многих вопросов. Никто из нас не знает до конца вот в сердце, кто что испытывает. А Бог знает нужду нашу. Бог знает сердце, кому нужно дать утешение сегодня, кого нужно предупредить сегодня, кого нужно сегодня облегчить, кого-то вдохновить необходимо сегодня, кому-то нужно наставить, просто дать какие-то важные, простые. И Дух Святой делает это с помощью чего, братья и сестры, прежде всего? С помощью Слова Божьего. Вот поэтому для этого очень важно, проповедник готовит, Господи, какой текст Священного Писания, какую тему в дальнейшем я могу сегодня говорить, для того, чтобы церковь, придя в Дом Божий, люди получили назидание, увещание, утешение. Это очень важно, поэтому пусть Господь благословит дорогих наших проповедующих. Проповедника должен быть хороший, подготовленный конспект, который он готовит дома. На подготовку проповеди уходит множество времени, усилий, часов. Человек готовит свое сердце молитвенно, он работает над текстом. Чрезвычайно важно открыть смысл Священного Писания, братья и сестры. Очень простой, например, если перейду в пример или текст Священного Писания, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и бремененные, и что затем следует?» «И я успокою вас», — говорит Христос. Правда, знакомый текст, который мы неоднократно слышали. Как важно для проповедующих, прочитав этот текст для того, чтобы увидеть и показать слушателям того, который имеет власть прощать, утешать, имеет власть приглашать к себе, и слушателям, которые находятся здесь, указать, «Вы Господу идите!» «Придите к Господу!» Почему? Потому что Он утешит, Он простит, Он наполнит вашу жизнь смыслом, благословением и своей благодатью. Это очень важно. Назидание, увещание, утешение. Обратите внимание, в 5 стих 14 главы апостол Павел говорит так. 5 стих, он снова здесь прикликается, идет дискуссия с вопросом говорения на иных языках, но я хочу обращать внимание, что он подчеркивает проповедь важность. Я вторую часть 5 стиха читаю. «Ибо пророчествующий, позвольте говорить, проповедующий, превосходнее того, кто говорит языками. Почему? Разве Он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила что? Назидание». Человек-проповедник, апостол Павел, обязывает и говорит, он будет не просто прочитает, он не просто будет примеры говорить какие-то хорошие, он не просто будет свои переживания говорить, он не просто будет обращаться к людям, знаете, как-то, может быть, знаете, мотивировать их, он будет изъяснять что? Изъяснять божественное слово, используя вот эти прекрасные качества, назидать, наставлять, утешать. Он будет пользоваться благодатью Божьим, силой Духа Святого, мудростью от Бога, раскрывая текст Священного Писания. Проповедь – это большой духовный труд, требующий от проповедника много усилий и труда. Сегодня христианская церковь нуждается очень в качестве библейской проповеди. Я думаю, что у слушателей много есть вопросы. Почему не всегда так получается? Дорогая церковь, я бы хотел сегодня обратиться и просить, чтобы мы молились о нашей поместной церкви, о каждом брате проповедующем, братья, которые готовятся дома, чтобы Господь благословил их сердце, дал им мудрость, пасал им слово, выходя сюда, потому что это волнение, переживание, выходя сюда, чтобы действительно это было большим благословением для всей нашей церкви поместной. Когда Бог использует свое слово, когда мы читаем книги Деяний Апостолом, мы видим, настолько для них эти были понятные вещи, это были в основу полагающими. Помните, да, когда церковь только начала существовать, когда приняли крещение первые, три тысячи, потом пять тысяч, людей было очень много. Чем занять этих людей? Каким образом направить их к Христу? И мы читаем книгу Деяний Апостола, 2 глава, 42 стих, и они постоянно пребывали в учении апостолов. Первые они поставили, говорят, что будем делать? Заботиться о нуждающемся, хлеб раздавать, о вдовах говорить нет. Нужно в учении пребывать апостолом. И затем они говорят, в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Четыре основополагающих важные вещи для жизни церкви. А когда начались первые миссионерские путешествия, то мы видим, что были такие служители, как Иуда и Сила. Они написано, они посетили Антиохию в церкви. Когда пришли в Антиохию верующие люди, как они заполнили это время? Как у них проходило собрание? Священное Писание говорит нам интересную вещь. Деяние апостолов, 15 глава, 32 стих. 32 стих, братья, проверьте, пожалуйста, чтобы был правильный стих, 15-32. Иуда и Сила, будучи пророками, обратите внимание, мы говорим проповедниками, тогда они еще их называли пророки, для понимания их было легче воспринимать это слово. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставлениям братьям, и что? И утвердили их. Их прекрасное собрание, верю, братья и сестры, было. Эти проповедники, они пришли, открыли Слово Божие обильным. Возможно, это был формат не такой, как у нас. Возможно, это было общение, небольшие церкви собирались в простоте, кафедры не было. Но это была действительно вот эта атмосфера, правильно, где они имели, владели этим словом правильно, и что наставляли братья и утвердили их в уповании и следовании за Господа. Это очень важно. Поэтому, дорогая церковь, молите, чтобы Бог благословил нашу церковь словом, чтобы Господь возвих новых молодых проповедников, которые будут передавать Евангелие, назидая церковь и ведя ее к поклонению истинному Богу. И последнее, может быть, короткое, несколько добрых, как советов, которые Священное Писание говорит. Помните, когда мы говорили о том, что церковь собирается в любой части мира? Я говорю, протестантская, здравая церковь, основанная на учении Иисуса Христа. В своем служении они проповедуют Евангелие, они молятся, они поют общим пением, или это может быть музыка через хоровое прославление Господа, или дуэты. Это творческое, которое сила Господь дал через поэзию выражать. Я хотел бы тоже обратить внимание на эти вещи, братья и сестры. Истинное поклонение должно происходить совместно наставлении. Если Господь дал вам дар музыкальный, дар голоса, и вы прославляете голосом Господа, очень важно, друзья, молиться о том, чтобы гимн, который мы будем в церкви петь, он был подготовлен, он имел глубокое содержание, он должен быть христоцентричным. В центре этого гимна, в центре этого гимна должен быть Христос. Или это Христос распятый, как это будет следующее воскресенье. Или это Христос прославленный, Христос скорбящий, Христос грядущий, Христос дающий жизнь. Но это должно быть. Братья и сестры, это очень важно. Я очень благодарен Богу за то, что в нашей церкви на утреннем служении, когда мы говорим, у нас подготовленная программа. Развитие это программой служения, когда люди знают, что я буду петь и участвовать в это воскресенье. Он готовит свое сердце. Если Господь дал дар говорить, передавать через поэзию, Господи, дай мне этот стих. Дай мне этот стих для того, чтобы этот стих мог назидать церковь. И через назидание открылась сады и было поклонение достойно тебе. В жизни нашей поместной церкви, я как-то с благодарностью вспоминаю, у нас было несколько людей, сестры, которым Господь дал дар писать поэзию. Ушедшая Господу Вера Кушнир. Помните, мы проводили с ними творческий вечер. Или Наталья Шевченко. Или Маргарита Коломейцева. Это Господь дал особый дар писать стихи. И когда мы читаем эти сборники стихов, я радуюсь, братья и сестры, сколько впоследствии на эти стихи написано гимнов. История христианства, история церкви, она богата. Имеет богатейшие, братья и сестры, гимнов, которые пели когда-то. Гимны, которые пишутся сейчас и прославляются гимны, которые будут написаны. Но это очень важно. Псалмы Давида, братья и сестры, когда мы читаем их, действительно музыка не дошла. Но когда мы смотрим содержание этих псалмов Давида, они разные, братья и сестры. Они отображают жизнь каждого христианина. В них все присутствует. И радость Давида, и печаль Давида, и покаяние Давида, и сокрушение, и отчаяние Давида, и молитва, и слезы Давида, братья и сестры. Вот точно так же должно быть и время, когда мы прославляем Господа, назидаем церковь через музыку и пение. Очень важно, музыка является особый инструмент, которым может воздействовать наш разум, нашу душу. Очень важно сохранить этот правильный порядок, когда в центре музыкального произведения есть хороший текст, и мелодия помогает раскрыть этот текст. Когда идет только просто, мне нравится эта песня, потому что хорошая, красивая мелодия, братья и сестры, не нужно это делать. Сделайте тщательно, проанализируйте, продумайте, просмотрите, принесет ли это музыкальное произведение назидание церкви, наставление, умиление и совместное поклонение Господу. Следующее воскресенье Господь подарит, если жизнь продлится, особое время для церкви. Когда-то мы придем подготовленным сердцем, чтобы поклониться Господу. Я верю, что будет звучать слова из этого гимна. «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом, Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен». Помните последние слова в этой? «Пойдем, пойдем перед ним». Если бы звучала другая мелодия, но и потерялся этот гимн, как важно сохранить этот правильный баланс. Я верю, что Дух Святой дает и будет давать композиторам, те, которые пишут, для того, чтобы в центре был распятый Христос. Дорогие участники, те, которые участвуют в служении, молитесь Господу, держитесь Христа. Если в вашей жизни, в центре будет Христос, и вы будете привязаны к Нему, всем вашим сердечком, всею душою, Он будет давать это слово, эту песню, стихотворение, и наши молитвы. Книга Деяний Апостола, 9 глава, 31 стих, последний текст, и мы молимся. «Церковь же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались». Обратите внимание, это состояние, правильное состояние церкви. Церковь не одна по всей Иудее, Галилее и Самарии, после тех и гонений, которые были, они находили в назидании, назидаясь, потому что были те, кто назидали, наставляли. Имели страх Господень, а при утешении не от людей, не от обстоятельств, а от Духа Святого эти церкви умножались. Почему? Потому что люди, приходя в дом молитвы, в церковь, они видели одно – с ними Бог. Здесь Бог присутствует, и мы хотим быть в этой церкви. Пусть Господь нас благословит, чтобы, приходя в дом молитвы, в следующее воскресенье, мы имели подготовленное сердце, готовое поклониться Богу и назидать друг другу для славы Его. Аминь. Аминь.